Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. С пятницей вас. Если задуматься, то теперь революции прикрывают множество проблем. Как только все разговоры в стране стали о политике, то только политики получают от этого выгоду. В обычное время у власть имущих были бы большие проблемы сейчас. Все мы задавали бы трудные вопросы о том, почему все разваливается в самой своей основе. Почему улицы грязные, почему преступность растет, почему ничего не работает. Мы немало платим, чтобы система работала. Все мы из всех партий. И внезапно получаем назад не так много. Это не очень уж хорошая сделка. Но в эпоху BLM нашим лидерам уже не надо за это отвечать. Они просто говорят о социальной справедливости и этим уже ограждены от любой критики. Если вы продолжаете указывать на их некомпетентность, то они арестовывают вас за преступления на почве ненависти. Так что революция — это лучшее, что случалось с нашими политиками. Это очень хорошо видно на примере Нью-Йорка. Всего несколько месяцев назад мэр Билл де Блазио был посмешищем. Но сейчас де Блазио — Эл Шарптон своего поколения. Он лидер протеста, бьющийся на улицах за гражданские права. Хорошая новость в том, что де Блазио больше даже не нужно притворяться, что он управляет городом. А система государственного образования ухудшается. В Нью-Йорке самая большая система государственного образования в стране, и менее половины учеников преуспевают в английском и математике. Это катастрофа, по большей части для самих учеников. Почему это происходит? Почему образование такое ужасное? Городские чиновники не хотят об этом говорить, ведь признав проблему, им пришлось бы начать что-то делать, чтобы ее исправить. Их спонсоры из Учительского Союза противостоят любым изменениям, кроме повышения. Теперь же лидерам в Нью-Йорке не надо решать эту проблему, они могут ее игнорировать. Вместо того, чтобы помогать детям учиться, они могут во всем винить расизм. И расизм кажется очень странным объяснением в Нью-Йорке, так как число не белых учеников 84%, так что не так уж много белых детей для обвинений. Но это не остановило ректора школьной системы. Он недавно заявил о продолжении курса на антирасизм и, цитата, работать каждый день над разрушением этой несправедливой системы. Как вы заметили, ректор не был особо конкретен. Он не указал, о какой именно несправедливой системе он говорит. Может это потому, что дети с самыми высокими баллами не белые, а азиаты. Баллы азиатов намного выше, чем у других этнических групп в Нью-Йорке. И не только в математике, но и в знании английского языка. И это странно. Ведь многие из этих учеников пришли из семей бедных эмигрантов, где никто не говорит дома по-английски. Очевидно, что у этих детей не так уж много привилегий. Так почему же они так успешны? Ну, расизм, очевидно, нет другого возможного объяснения для такой разницы в учебных баллах. Но это должно быть очень скрытый расизм. И впрямь какой-то диаболический штамм расизма, который больше всего помогает детям не белых эмигрантов. И это несправедливая система, которая позволяет нищим эмигрантам из других стран приехать сюда без знания языка и тем не менее занимать верхние места в рейтингах. Очевидно же, дамы и господа, что мы имеем дело с системным расизмом в самой своей сути. Жена мэра уполномочена решать такие проблемы. Миссис Деблазио царь системного расизма в городе. Но и она тоже не более конкретна, чем был ректор по поводу того, что здесь происходит. Она так и не объяснила, как же этот диаболический вид расизма все-таки работает. Единственное, насчет чего она точно уверена, что во всем виноваты белые люди. Даже в 2020-м. Быть цветным значит жить в параллельной реальности по отношению к белым нью-йоркцам. Эту реальность можно понять за пределами цветного сообщества. Эту правду можно увидеть в наших школах, в наших книгах по истории, в наших мемориалах, которые мы почитаем. И даже в том, как мы воспринимаем друг друга. А-а-а, дети азиатов учатся лучше остальных, так что мы должны сносить статуи белых людей. Понятно. Логично. Внезапно, такое мышление уже повсеместно. Вот запись со встречи общественного образовательного совета в Манхэттене. Печально, что эти люди вроде как должны помогать учиться детям в Нью-Йорке, которым очень нужно образование. Посчитайте, пока смотрите, сколько они говорят о чтении или математике, и сравните это с тем, как они нападают друг на друга за то, что они слишком белые. Это ранит людей, когда они видят, как белый мужчина качает черного ребенка на своих коленях. И они не знают контекста. Это оскорбительно. Это заставляет людей плакать. Я приняла это близко к сердцу, и это ранило меня. Мне надо научиться быть более лучшим белым человеком. Я хотел бы узнать перед тем, как эта встреча... Ну, просто об этом никто не говорит. Я хотел бы узнать перед тем, как эта встреча закончится, каким образом посадить на колени племянника моего друга было оскорбительным и расистским. Можете, пожалуйста, объяснить? Я уже объяснила. Я объяснила. Ты можешь прочесть книгу. Прочти книгу. Прочти белую хрупкость. Книгу? Я прошу вас объяснить то, что вы сейчас сказали. Нет, я не обязана тебя учить. Ты образованный белый мужчина. Ладно. Это совет по образованию. Тем временем большинство учеников города Нью-Йорка, 84% из которых не белые, не могут нормально читать. Какая трагедия. Но это правда. На секунду они даже говорили о чтении на этой записи. Они хотят, чтобы вы читали что-то под названием «Белая хрупкость» от Робин Диэнджело. Белая хрупкость на самом деле даже не книга. Это то, что мы называем пафосная обличительная речь. Это пропаганда с дикими глазами, которую вы продвигаете перед тем, как начать бить людей. Это превентивное обоснование для насилия. Вот и сам автор, объясняющий свои тезисы на NBC. Я никогда не забуду, как я спросила группу «Окей, что если бы вы могли дать нам обратку на наш неизменный и незамечаемый нами расизм?» И я никогда не забуду, как этот темнокожий человек поднял руку и сказал «Это было бы революционно». Ого. Революционно, если бы мы могли принимать обратную связь с почтением и уважением, пытаясь изменить наше поведение. Вот насколько мы сложны. Вот насколько большими эмдаками мы являемся. Белые люди-эмдаки. Вот концентрат учения мисс Робин Диэнджело. Держите также в голове, что Робин Диэнджело самая популярная фигура в американском образовании сейчас. Школы по всей стране сделали белую хрупкость обязательной для прочтения. Ваши дети либо уже прочли ее, либо обучаются людьми, прочитавшими ее. Что же это значит? Это значит, что школы были закрыты месяцами, так что революционное движение в классах было скрыто от общественности. Но скоро мы достаточно жестко обнаружим, насколько они изменились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова